Острый ретрит – поражение мочеиспускательного канала как мужчин, так и женщин, проявляющее достаточно остро и наиболее часто связано с половыми инфекциями, реже с обострениями хронического простатита, а также может быть следствием различных метаболических нарушений по типу мочекаменной болезни или сахарного диабета. Что касается инкубационного периода, когда острый ретрит начинается после секса, если он обусловлен такими половыми инфекциями, например, гонорея, хламидия, трихомоната, то в таком случае инкубационный период колеблется от 3-4 дней до 2 недель. Если это уротрит, который обусловлен бактериальной флоры, то, как правило, случается, когда секс оральный, когда оральные бактерии поступают в большом количестве в уретру, колонизируют и достаточно быстро размножаются или анальные, что тоже бывает, при этом, опять же, кишечные бактерии размножаются достаточно интенсивно, но все-таки если сравнивать эти два секса, то, конечно, больше это бывает при оральном сексе, потому что оральная флора более агрессивная. Соответственно, здесь он отличается тем, что, как правило, срок инкубации, то есть бессимптомного периода, при инфекциях и бактериях, которые не относятся к половым, гораздо короче. Как правило, уже на следующий день наступают вот такие симптомы острого уротрита, о которых мы поговорим несколько позднее. Итак, что за симптомы острого уротрита? Это покраснение уротро, это боль сжжения в области уротро, особенно усиливающиеся при мочеиспускании, это выделение сначала слизистого характера, потом слизистого гнойного и гнойного характера, иногда они сразу могут быть гнойными. Но в ряде случаев могут также увеличиться лимфатические узлы, могут повышаться температура, могут быть общие явления, когда это связано, например, с мочекаменной болезнью, сахарным диабетом или другими более тяжелым состоянием, например, к ВИЧ-инфекциям. Что необходимо для диагностики такого состояния окостеро уротрита? Необходимо, первое, естественно, взять обычный мазочек на флору, но только не уповать на него, как составную часть диагностического поиска. В нем нужно посмотреть уровень лейкоцитов, слизи, гнойных клеточек от лейкоцитов и отрасов, уровень ослабивающейся эпителия, также центральной частью является анализ на половые инфекции. Здесь, конечно, необходимо брать данный анализ методикой полимеральной цепной реакции. Это мазок, который входит в клетки, выделения, соответственно, там методом поиска ДНК или ПЦР-анализом ищет непосредственно разбудователь. И, наконец, последний анализ – это посев на бактерии, которые, как я сказал, могут часто колонизировать уретру путем попадания изо рта, из заднего прохода. На них делается посев с чувствительностью к антибиотикам, желательно к широкому аспекту действия данного препарата. Что касается лечения, лечение, естественно, зависит от того, что это вообще за возбудитель вызова данного заболевания. Соответственно, если это половая инфекция, то, как правило, это тройка инфекций, таких как хламития, гонорея, трихомониаз. Однако я в своей практике встречал нередкие случаи, когда острый отрез случался от обычной реоплазмы и т.д. На самом деле сейчас в половине случаев типичных критериев здесь нет. Что делается до анализа? Без сомнения анализы какое-то время изготавливаются. Даже у нас в медицинском центре анализы изготавливаются в течение одного дня. То есть сразу же результат вам никто не даст, без исключения мазка на флору, на гонорею, в ряде случаев трихомониаза. Однако там увидеть ее на 100% не всегда возможно глазом, поэтому требуется дополнительная идентификация методом болидоразной цепной реакции. Отсюда и необходимость часто начинать лечение до анализа. Естественно, что до анализа никакого, верно, до прихода анализа. Но до забора анализа, конечно, никакого лечения начинать не стоит. Ко мне очень часто приходят люди с острым уротритом, которые самостоятельно уже наглотались разных антибиотиков, не читали с интернета, что делать категорически нельзя. Потому что этим сам вы испортите анализы, которые после употребления антибиотиков не смогут прийти к изначальным характеристикам не менее 1,5-2 недели. Поэтому ни в коем случае не употребляйте какие-то препараты, не занимайтесь промыванием, всякими нермистинами и другими препаратами. Сначала нужно сдать анализы, потом можно приступать к лечению. Какие же препараты применяются до прихода анализа? Чаще всего это препараты инъекционные. Почему инъекционные? Почему не таблетированные? Потому что они лучше, проще, доступнее доходят до мочеиспускательного канала, быстрее действуют, надежно снимают воспалительную реакцию. Пробовали ли вы назначать таблетки? Да, пробовали. Но эффект от них существенно хуже и существенно чаще, если использовать только таблетки, процесс переходит в хроническую стадию. Поэтому, если у вас острый ретрит, ни в коем случае не начинайте с таблеток. Это и навредит анализам, и переведет у ретрит в хроническую стадию. Соответственно, какие препараты инъекционные чаще всего назначаются? Антибиотики для инъекционных форм используются наиболее часто при начале терапии. У женщин наиболее часто цистит, пораженный в мочевом Затем, без сомнения, мы ждем прихода результатов на фоне применения этого лечения и уже, соответственно, назначаем те препараты, к которым чувствительна та или иная инфекция, которая вызывает этот острый ретрит. Ни в коем случае не применяйте самолечение, потому что это ведет реально к осложнению. Какие могут быть осложнения при остром ретрите? У женщин наиболее часто цистит, пораженный в мочевом пузыре, который очень быстро переходит в хроническую стадию, потом его уже не вылечит, потому что возбудитель, в частности, например, кишечная палочка, очень быстро внедряется в стенку мочевого пузыря и оттуда антибиотики ее уже не достают. Поэтому ваше самолечение вам и третий раз в качестве сложнее и очень сильно навредит. Так же, соответственно, у женщин часто поднимается инфекция и вверх в почке, поэтому пивные эфириты также являются очень частным осложнением. Если это поражается влагалище, могут поражаться маточные трубы, что может приводить к бесплодию. Так же воспаление, придатка также может быть средством осложнения острого ретрита. У мужчин это, конечно же, острый простатит, когда инфекция достаточно быстро поднимается в простатную железу, и острый архит урхоэпидидемид, когда, соответственно, инфекция поднимается в ткани яичек-прятковичек. При необходимости диагностики и лечения такого заболевания как острый ретрит обращается в наш медицинский центр Платный КВД. Ждем вас в нашей клинике. Спасибо за внимание.